Вик, ну ты прям как агент 007, вся такая загадочная. Решила перейти на сторону людей в черном? Ты просто ничего не понимаешь, сегодня выходит новый фильм с опасными играми. И что? А если бы был фильм с привидениями, то бы тоже оделась соответствующий? Ты не умничай давай лучше, а одевайся. О, что это за хлам? Это не хлам, это мне от дедушки досталось по наследству. Одевайся, одевайся быстрей, у нас еще сегодня секретная миссия. Мы должны найти людей для опасных игр. Это будущее, где деспотичное государство ежегодно устраивает показательные игры на выживание, за которыми в прямом эфире следит весь мир. В жребе участвовать в играх выпадает юный Китнес и тайно влюбленному в нее Питу. Ну вот, даже в таком с первого взгляда жестком фильме нашлось место для любовной истории. Они знакомы с детства, но теперь должны стать врагами. Ведь по нерушилому закону голодных игр победить может только один из 24 участников. Судим, не важно, кто выиграет, главное – зрелище. И на этот раз зрелище будет незабываемым и захватывающим. Фильм очень был интересный, увлекательный, только концовку немножко запороли. А чем запороли-то? Ну, надо было что-то еще, там, продолжение следует, потому что по взгляду героя что-то было задумано еще продолжение, я так думаю, должно быть какое-то. Значит, может быть выйдет вторая часть? Ну, скорее всего. А ты бы хотела поучаствовать в голодных играх? Даже не знаю, если бы по-настоящему, то нам вряд ли. Очень интересно. Расскажите, как бы вы сражались бы со своими соперниками? Что бы вы сделали для этого? Спрятался. Спрятался? Ждал пока. А как же защищать, защищать страну и просто подвиг какой-то совершить? Я даже не знаю, как-то я побаиваюсь. Вы побаиваетесь? Мне кажется, с вашим телосложением, вы там все вот… Разбивали, развивали. Нет. Нет, мне это ни за что не было. Вы боитесь? Да, мы трусихи. А если бы вот вашего любимого, дорогого человека выбрали, вы бы вместо него? Вместо него я бы с ним пошла. Я, да. Ой, этот смелый, малый, поучаствовал. Мы держим за него кулачки. Классные у тебя застежки, я, бля, не могу нащупаться. И прическа очень модная. Сложные вопросы мне не задавайте. Почему он вам не понравился фильм? Заметьте, ему не понравился фильм. Почему ему не понравился? Ну, скажем так, бы ожидал более экшена, как бы более… Ну, там, так, развить ситуацию более редких, как бы… В конце реально Дом-2. Джеймс Бонд? Ну, там, такими… Ему не хватает экшена. Ну, не знаю. Да не отходите, от нас не отходите. Вы его побудите, там, мы не пустаемся. Не знаю, как-то я бы ожидал больше. На самом деле, я получил массу удовольствия. Не ожидал уже, что такой сюжет будет. И спецэффекты очень понравились. Есть такие тонкие чувства. И вот, знаете, вот если попереживать, поволноваться можно, и при этом, ну, так, поумиляться, как бы, можно и с девушкой сходить тоже провести прекрасное время. А вы ходили с девушкой? Нет, я здесь сам, я в городе командировки, поэтому я провожу время в кинотеатре. Ой, а как вам город Волгоград вообще? Вообще неплохо, на самом деле. Мне очень понравился. Хороший городок. Городок, это даже слабо сказано. Городище. Это у вас кольцо такое? Нет, это номерок. Кольцо. А, кстати, классная идея, кольцо. И ты, по-моему, отстала. Таких кольцов уже не носил. Это давным-давно уже прошло. Да? Конечно. Очень даже впечатляет этот фильм, именно потому, что любовь сочетается с убийством в этом фильме. Да. Какие-нибудь острые ощущения, такой драйв. Ощущала? Драйв я не ощущала. Были такие моменты, от которых хотелось плакать. Даже послезилось, когда девочка умирает, да, да, она ее хотела спасти. Вот этот момент был очень троганный. Мы все трое сидели, плакали. Я в конце заплакала. Отчего? Расскажи. Может быть, из-за этого он тебе не понравился? Нет, он мне очень понравился, но в конце было очень трогательно. Плакали во время фильма? Нет, она очень боялась. У нас некоторые девчонки приходили, говорят, что она плакала. Вот все это чувствует. Здорово. Я боялась с удовольствием. На месте молодых людей в конце какого-то ступенья. Ну вот этот вот момент, я осознала, да, о чем вопрос. Сложно сказать. Сложно сказать. Может, у вас не было еще рукой такой? Да, в мои годы была не раз. Но вопрос выживания иногда переступает через любовь. У вас все хорошо, глаза такие смешные. Они счастливые. Да, нам еще что-то раздавали перед просмотром. Какие-то таблетки, да. Опа, на, представляйся. Когда мы ходили, нам не раздавали. Непорядок, непорядок. Ну, вам фильм-то понравился на самом деле? Ну да, понравился, хороший. Единственное, что ничего не закончилось. Да, она плакала, смеялась. Мне интересна работа, я обожаю свою работу, я обожаю свою род деятельность. У меня прекрасные хобби. Может быть, вы нам расскажете, знаете, как интересно. А какое это имеет отношение к фильму? Вот это фильм. Люди убивают друг друга, и им совсем не жалко. Тише, тише, мы же на задании, мы агенты. Ладно, не паникуй, нас никто не видел. Так, хорошо. Следующая миссия наша. Король лев. Мультики, мультики. Тише, не пали нас. Ладно, все, молчи, молчи. Хакуна Матата. И никаких завод. Скользко, но питательно. Фу. Время пришло. Нужно вспомнить, кто ты такой. Ты мой сын. Король лев. Угадай, кто это. Любимая, я тебе забирал. Да. Ого, девчонки, привет. Привет. Здрасте. А ты на какой фильм ходил? Король лев. Король лев? Король лев, да. А скажи впечатление, как тебе? Понравился, нет? В 3D как бы не особо его смотреть. Ну, можно было старый биснирский посмотреть. Было бы очень великолепно. Шикарный мультфильм. Да. Серьезно. Шикарный. Чувственный, да. А вы плакали, да, наверное? Ну, я был, конечно, в кофточке, но кофточка была мокрая. От моей души, да. Серьезно. Все заплакали. Ты тоже плакала. Очень плакала. Привет. Привет. Мик, Мик, ты чего мальчик? Да ладно, ладно, я просто хочу узнать. Я хочу узнать его. Прости, пожалуйста. Мы не хотели. Я не вернулся этим парнем. Ты надо не бойся. Спасибо тебе. От души. Прости, я хотела узнать. Я просто хотела узнать. Ты в кино же, да, был? Ну, как бы, да. Уже в кино. Расскажи вам впечатление своя Фили. Как тебе понравилось? Суть в том, что уже телефон не очень понравился. У тебя домашние животные есть? У меня же кошка-британец. Вау. У меня есть такой маленький хомячок, и я ему сшил такие розовые стринги, чтобы ему удобно было. Какой креативный, да? Да. И ему они очень нравятся, но ночью он их снимает, потому что у него есть еще такая ночнушка. Она у меня девочка, ее зовут Марти. Отлично вообще. А ты бы хотел себе кабана-бородавочника? Ну, я бы хотел такого съесть, но домой не хотел бы. Ой, нет, вы знаете, он мне не нужен. У меня есть свой бородавочник. Какие вы милые. У меня и так скоро выгонят из дома, а с кабаном это ускорит процесс. Вот Тимон, как ты думаешь, что это за животное вообще такое? Ну, не знаю, похож на какую-то мышь полевую, вот честно, если я. А так даже, ну, опоссинку стали. Может, лимон? Может, енот? Тимон, это, наверное... В каждом классе есть Тимон. Это такой жирный чувак, у которого волосатый живот. Скидки, я просто не подумаю еще. Нет, давай мы про фильм поговорим. Скажи, а ты бы хотел, ты бы не хотел. Кого? Нет, нет. Скажи, как ты думаешь? Я думаю. Как ты считаешь? И считаю. Да, подожди. Как ты считаешь, существует ли дружба между обезьяной и свиньей? Ну, конечно, и с животным. Между ним какая-то связь должна же быть. В животном мире. Только в мультиках, наверное. Все возможно. Нет, конечно, по-любому существует. У меня соседи, она его называет Мартышка, а он ее Кабанчик. Да, конечно, обезьян со свиней. Хорошая, отличная пара. Думаешь? Вот, да, вот вы обезьяна, я свинья. Прекрасно. Ну, еще обезьяну не назвали. Обезьяна, да? Нет, ну, а себя он свиньей. Да, вы две милые обезьянки, а я большая свинья. Привет. Кажется, я видела тебя в прошлый раз. Ты любишь кино? Да, да, да. Я каждый четверг хожу в кино сюда на премьерах. И на что ты ходила сегодня? Сегодня я ходила на голодную... Голодную... Так, слушай, а как тебе фильм вообще понравился? Тебе фильм понравился? Ну, как вообще? Как там зверечки? Ну, не зверечки. Ну, там Тимон, Пумба, бородавочник. Я на головную игру ходила. На какое вы кино ходили? На женщину в черном. Ооо, это прошлое. Да. Это прошлое. Это же старое, после новой премьеры, вы знаете. Какие? У вас классные цепочки. Мне они очень нравятся, да. Это новые фильмы вышли? Нет, цепочки классные. Это фильм, который очень интересный. Да. У меня это с детьми, наверное, лучше, да? Да. У вас есть дети. Вы так красиво много выучите. Мне показалось, что вам лет так 20-25 максимум. 25 максимум? Ну, 25 что-то вы за годы. Много, да? Много, да. Извините. Значит, 20. 20-летняя девушка. Итак, с нами 20-летняя девушка. И мы шикарные блондинки. Рома, привет. Вступайте в нашу группу Блондинки на ВКонтакте. Смотрите наши выпуски каждую пятницу. Следите за новинками кино. С вами была Вика. И Саша. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова